Доброе утро! Показываю сегодня очередную марафоновскую пошивушку. Приглашаю вас вместе со мной. Вдруг вам понравится, вдруг вы захотите повторить. У меня очень простые, несложные, симпатичные идеи возникают. Я ими делюсь с радостью, со своими гостями, со своими подписчиками. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, заходите ко мне на канал почаще, заходите ко мне в группу вконтакте. Позывные такие же Мила Бали, в инстаграме такие же позывные Мила Бали. Есть у нас площадка ватсап для общения, кто хочет общаться. Просто болталка обо всем интересном, что интересно моим друзьям, моим подписчикам. Подписывайтесь, с наступающим новым годом и давайте приступать к новой пошивушке. Смотрите, сами полоски у меня разной длины. При нарезке уже основной полоски, которая мне нужна заготовка, я буду равняться по самой короткой. С 2 сделала, пришивать начинала вот первая, потом следующая, следующая и каждую я на полтора-два сантиметра ставила выше, то есть для того, чтобы они у меня потом при разрезании легли наискосок, то есть они будут вот так выглядеть. Я их поэтому вот так и сшила со сдвигом. Выброс, конечно, большой отходов, но так как это и так сами по себе полоски отходов, которые я раньше просто выбрасывала. Они такие узкие, даже не все идут на обтачке. Поэтому, в общем-то, не жалко и что-то будет интересное. Вот такие еще полосочки есть, это я еще что-то потом придумаю. Хочу именно наискосок что-то попробовать, смастерить. Все, я сейчас про утюжку делаю, режу и буду мудрить дальше. И тогда уже со строчой буду показывать. У меня всегда все с экспромтом. Ну, смотрите, из того куска у меня получилось две вот такие полоски и вот такие отходы, чтобы они не пропадали. Я сейчас, если мне сравнять вот так, тут уголок остается, опять выбрасывать. А так это уже обрезано. Вот я сейчас вот здесь пришиваю и потом выравниваю. И вот такой кусочек у меня остался. Вот тут я тоже пришиваю и выравниваю. И ничего не выбрасывается и не так жалко, как говорится. И вот тут я тоже сейчас, в общем, приспособлю уголки из того, что можно было бы выбросить. У меня тут остались еще врезочки. Так, ну и делаю дальше. Ну, что я делаю? Я делаю подставки под горячее. Мне все равно нужно много. Друзей у меня много. Подарки буду дарить. И заказчики у меня просят. И буду делать такую вот оторочку красивую, вышивку, стежку. Сейчас, в общем, буду фантазировать, для чего я делаю эти полоски. Вообще, я решила, что когда мне хочется пошить, а шить нечего и идей нет, я буду вот собирать в кучке квадратики, полосочки, чтобы не вот так они у меня кругом лежали в таких коробочках пластиковых. А буду делать прям готовые заготовки. Так что давайте вместе. Ну вот, выровняла я. Видите, как оно получилось сразу все. Экономно и симпатично. Все, продолжаем дальше фантазировать. Так, дорогие мои зрители и гости канала, показываю, что я уже сделала. Более широкую длинную полоску я оформила уже вот таким образом. Пришиваю полосочки. Так, сразу сказать, по сколько сантиметров. Ну, я не знаю, для чего говорить. Я шью из того, что есть. Это, в общем-то, утилизация. Поэтому смысл вы можете исходить из того, что имеете сами. Я исхожу из тех размеров, которые просто у меня получаются. Приблизительно показала, интересно. Ну и у этих, значит, длина 18 см, ширина узенькая полосочка цветной 3 см. Ну, это тесьма какая есть, она сантиметровая. Здесь 8 см. Просто какие есть полоски, я беру и все это собираю. Так, и какая длина у меня получилось. У этой 49 см. Ну, когда все это дошьется, конечно, размеры изменятся. Вот у меня еще целый огромный-огромный моток такой тесьмы, поэтому я могу расходовать ее как хочу. И теперь я думаю над тем, как мне дальше все это оформить. Во-первых, мне нужно поставить, уплотнить несколько слоев, 4-5 слоев, то есть это же подставки под горячее. Ну и потом уже обработку делать. Сейчас я все это выравниваю и буду подыскивать, и буду подыскивать, что я поставлю на уплотнение. Ну и потом уже буду обшивать. Ну и, наверное, да, будет еще один этап украшения вот этих белых частей. То, о чем я забыла уже. То, о чем я чуть не забыла. Да, и я покажу, как я это сделаю, что я сюда придумаю. А потом уже обошью. В общем-то осталось два этапа. Поехали. Собрала я свои подставочки под горячее. Как бы мне это показать. Я положила по 4 слоя обычной хлопковой ситцевой ткани. Она слегка рыжеватая. Я ее решила. Это что-то я шила. Сострочила, что-то хотела. Может, простыню делать. Не знаю. Может, мама делала. Я уже не помню. Я не люблю белое постельное. Я люблю цветное. Поэтому белая ткань у меня уходит на всякие полотенца кухонные. Ну, все. Пойду думать, как мне украсить вот эти белые части. Следующий этап. Я нанесла карандашиком легонечко то, что я хочу видеть на своих вставочках под горячее. И сейчас я иду к машинке все это отстрачивать. Свободная ходовая стежка, в общем-то, будет делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Показываю, что у меня получилось после разукрашивания нитью... Видите, как здорово... Вышивка у меня получается все лучше и лучше... Все-таки часы сидения не проходят даром... Шарики уже такие ровненькие у меня получаются... Прям гляньте, я прям довольна... Потихоньку начну осваивать вышивку гладью... Ну, это все в проекте, я думаю... У меня вся жизнь впереди еще... И сейчас мы будем разукрашивать все это текстильными фломастерами... Как в прошлый раз, когда я делала набор подставок под горячее... Сейчас я опять раскрашу текстильными елочки... Слегка усилю... Шарики... Была такая бледненькая... Я прям была... Огорчена... Думаю... Ну, вот бледноватая... Ну, вот люблю так прям вот... Ух! Праздничная ярко... Ну, сейчас я так думаю... Раскрашу... Будет еще ярче... Потом еще раз запарю... И уже нужно будет думать о каемке и о тыльной стороне подставочек... Все... Следующий этап... Приступаю... Я не перестаю радоваться, что купила эти текстильные фломастеры... Очень жаль, что количество цветов было ограничено... Что я хочу... На что хочу обратить внимание... Предостеречь вас... Я... Когда сделала вот эти полосочки... Я все не могла понять, как я буду с чем комбинировать... И что будет дальше присутствовать... Аппликация, там рисунок или просто обтачка... И я имела неосторожность собрать все полоски... И только потом начать вышивку... И, в общем-то, после того, как я вышила... Как бы там ни было... Да, слава Богу... Спасибо утюжку... Он, конечно, все... Как в поговорке говорится... Ручка гадит, утюг гладит... Но... Все равно, видите, стали неровности... Было очень ровненько, все аккуратненько... Ну и вышивка несколько стянула... Поэтому все-таки нужно сначала сделать аппликацию... Рисунок, что там нашить... А уже потом ровнять... И уже потом все соединять... Ну... Знаете... Уж исходя из того, что получилось... Я, конечно, постаралась утюжком все это выровнять... Ну... Вышивка мне моя нравится... Все лучше и лучше... Все приходит с опытом... Это говорит о том, что не бойтесь... Пробуйте... И пробуйте сразу начисто... Уж если это кусочки ваши... Ну... И вам было жалко их выкинуть... Ну, сначала поучиться... Знаете... На треугольнички, на квадратики... Порезать все это... Потом выкинуть... Поэтому пробуйте учитесь... И учитесь сразу начисто... И вы сможете... И научиться быстрее... И страх потерять... И... Может быть что-то даже изобрести новое... Все... Теперь мне нужно дождаться... Когда окончательно просохнет ткань... Сравнять окончательно все края... Заново... Потому как видите... Я давала запас... Пять слоев у меня здесь уже... И будет шестой слой... Изнанки и обтачка... Теперь любая обтачка... Не покажется бледной... Или неинтересной... Потому как... Ну уж... Очень праздничные мои... Получились подставочки... Под горячее... Все... Пошла делать обтачку... Ребятки... Посмотрите уже как все здорово... Очень сложно подравнивать... Конечно в помощь... Все эти линейки и ножи... Роликовые... Это конечно просто... Находка... Коврики... Хочу конечно... Побольше коврик... Но мне его негде будет... Выкладывать... Посмотрите... Как здорово... Все ровненько... Сказано... Утро вечером длиннее... Вчера думаю... Ну все... Все кривое... Все косое... Все... Бросаю... Выбрасываю видео... Нет... Переспала... Думаю... Ну надо же отутюжить... Надо же отпарить... Практически идеально все отпарилось... Хотя было так достаточно стянуто... Маленькие так вообще идеальные... Все... Теперь за обтачку точно берусь... А изнанка вот такая... Сейчас осталось маленькие... Сделать... Темновато... Ну ничего... Зато здесь ярко... Зато сочетается с этими цветами... Нормально... Ярко... Классно... Ура... Я закончила... Свои наконец-то... Штучки... Как открытки получились в рамке... Ну как всегда у меня вечерняя ночная съемка... Закончила я свои... Подставки под горячее... Укрепила еще... Строчкой... Тесьму... У меня были сомнения... И я на маленьких решила... Укрепить... Сейчас еще запарю... Отрежу... Может быть где-то ниточки... Такая оборотная сторона получилась... Прям как картины в рамочке... Триптих... Все... Завтра постараюсь заснять в интерьере... Сегодня уже очень поздно... Обычно... Совершенно простым способом обшивала... Ровные полосочки... Обтачки... По двум сторонам... Двернику прострочила... Отутюжила... И по две стороны... Самым-самым простым способом... Все... Всех целую... Обнимаю... Завтра сниму в интерьере... Субтитры сделал DimaTorzok... 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 DimaTorzok